Вот я провязала высоту до убавления, смотрите, я провязала, получилось 1, 2, 3, 4 рапорта у меня, но, смотрите, я начала уже провязывать пятый рапорт, и после седьмого ряда, вот я уже в седьмом ряду, провязывала просто лицевые вместо накидов, то есть просто вот здесь вот так и провязываете 3 вместе и вместо накидов и лицевых просто лицевыми, и теперь 2 изнаночные просто лицевые, здесь убавления и так далее, то есть смотрите, с изнаночной стороны вы просто вяжете изнаночные и 2 посередине лицевые, и здесь 2 лицевые, 2 лицевые, а с лицевой стороны вы, вот я вам сейчас покажу на девятом ряду, вот я решила здесь сделать такие вот, ну как бы без дырочек, так сказать, верхушечку, вот, и так, сейчас я вам покажу, вот эти я 15 петелечек провяжу, вот начало, и покажу вам, как и здесь довязать, вот я довязала до нашего узора, и теперь первые 2 я провязываю лицевыми, вторые 2 изнаночными и снова лицевыми, то есть вот наш узор начался, я провязала по рисунку, теперь, следующие 3 я провязываю вместе, одной лицевой, и вот эти оставшиеся петельки я просто довязываю лицевыми, то есть я, как вам говорила, дырочек я уже накидом не делаю, вот, смотрите, с 7 ряда, и теперь, смотрите, мы сейчас уже будем делать убавление на горловину, так как у нас рисунок 34 петельки ровно находится по серединке, вот так вот, то я буду считать, что между вот этими средними 2 изнаночными и есть серединка моя, то есть вот, получается, отсюда от 2 изнаночных и будет серединка, смотрите, мы сейчас будем, провязывая горловину, заканчивать одну сторону рисунка, смотрите, как мы делаем, вот мы довязали, последнюю изнаночную мы не провязываем, вот, смотрите, последнюю, так сказать, вот эти 2 средние изнаночные и будет наша середина, одна из которых изнаночная уходить будет в правую сторону, вторая в левую сторону, то есть смотрите, что мы делаем, провязали последнюю лицевую и изнаночную петельку просто не провязывая протянули на последнюю лицевую, Теперь не довязываем наше вязание до конца ряда, а просто переворачиваем. И этот ряд вяжем по рисунку, то есть все изнаночные, затем где лицевые, там лицевые, и так до конца ряда. С лицевой стороны снова наши 15 первых лицевых петель, вот эти вот, плюс 2 лицевые с рисунка, 2 изнаночные, провязываем самостоятельно. Вот мы провязали 2 лицевые, 2 изнаночные с рисунка, и теперь вяжем вместе 3 вот так вот петелечки лицевой. И остальные петелечки довязываем лицевые вот так вот лицевой до нашей последней. Последнюю мы вот эту, которую делали протяжечку, не провязываем, а возвращаем последнюю нами провязанную с правой спицы на левую, и снова последнюю петелечку натягиваем вот так на предпоследнюю, и снова сделали протяжку. Теперь разворачиваем наше вязание, и опять до конца ряда первая кромочная снимаете, так будем считать ее кромочной, и вяжете по рисунку. Затем с другой стороны провяжите еще 15 петель лицевой глади самостоятельно, и 2 изнаночные. 2 лицевые с рисункой, и 2 изнаночные. Итак, вот мы провязали наши 15 лицевых глади нашей, 2 с рисункой лицевых и 2 изнаночных. Теперь продолжаем лицевой провязывать. Вот здесь вот. И снова до последней не довязываем, предпоследнюю одеваем, и вот так вот протяжечку. То есть вы последнюю не провязываете, а предпоследнюю одеваете вот так вот. И будем постепенно, постепенно уменьшать, вот здесь вот закругляем. V-образный наш вырез. Так нам нужно и дальше убавлять. Смотрите, мы сейчас провяжем снова изнаночную сторону и лицевую до вот этого момента, как раз таки до последней нашей петельки, вот этой с лицевой стороны. Мы должны провязать ту сторону и эту сторону до последней. И повернув на лицевую сторону, нам нужно теперь также сделать проймочки. Смотрите, что мы делаем. Первую кромочную снимаем, затем вторую провязываем и делаем протяжку. Третью провязываем и делаем протяжку. Четвертую провязываем и делаем протяжку. Таким образом мы убавили сейчас 3 петелечки. Теперь довязываем следующие лицевые, простите, до наших изнаночных двух. Вот я провязываю нашу лицевую гладь дальше. Вот провязываете, провязываете. Вот я дошла до наших двух изнаночных, так и провязываете их изнаночные. И теперь провязываем наши, вот у нас здесь 4 лицевых, провязываем 3 лицевых. И возвращаем последнюю лицевую на спицу и делаем протяжку. То есть таким образом мы убавили 3 петельки для проймы. И одну петельку на горловинку. Поворачиваем другой стороной и провязываем изнаночный ряд. Первую снимаем. Изнаночный ряд провязываем по рисунку. Лицевой ряд. Снова первую снимаем, вторую провязываем, делаем протяжку. Это одну петельку мы убавили. Вторую петельку вот так вот делаем, протяжку провязали. Мы убавили всего 2 петельки. Теперь снова лицевые провязываем до изнаночных. Вот так вот. Вот я подошла снова к двум изнаночным, так и провязываем их по рисунку. И теперь вяжем 2 лицевые. Возвращаем вторую лицевую и делаем протяжку. Еще мы убавили 2 петельки для проймы и одну для горловинки. Снова изнаночную вяжете по рисунку. С лицевой стороны нам осталось для проймы убавить всего 1 петельку. Значит первую снимаем, вторую провязываем и делаем протяжку. Все. Для проймы мы сначала убавили 3, затем 2, теперь 1 петельку. Дальше провязываем до изнаночных снова лицевые. Лицевой гладью все по рисунку, все красивенько у вас должно получиться. Теперь 2 изнаночных, так и провязываем 2 изнаночных. И последнюю провязываем лицевую. Вот так вот делаем протяжку снова. Теперь разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем снова по рисунку. Первую кромочную снимаем, 2 лицевых и затем оставшиеся изнаночные. Повернув на лицевую сторону, пройма мы уже не трогаем. Значит снимаем кромочную, вяжем до предпоследней все петельки по рисунку. Вот, кроме последней. Вот, провязали лицевые, теперь 2 изнаночные. И предпоследнюю вернули, делали протяжку. И смотрите, нам нужно еще раз делать протяжку для того, чтобы закрыть вот эту изнаночную. То есть вот этот изнаночный ряд нам нужно закрыть. То есть еще раз возвращаете изнаночной стороной, провязываете лицевую сторону и делаете последнюю протяжку. Вот мы закрыли изнаночный ряд уже, сократили. И еще, кроме изнаночного, нам нужно сократить еще 2 петельки закрыть. То есть, чтобы у вас на спицах осталось 2, 4, 6, 8, 10 петелечек всего. То есть на спице. Вот, когда останется 10 петелечек, закрываете вот таким образом, как я вам показывала с лицевой стороны, по одной петелечке с помощью протяжечек. А затем покажу, что вам делать дальше. Вот, я провязала, у меня осталось 10 петелечек на спице. Я вот изнаночный ряд провязала и переодела на дополнительную спицу для того, чтобы высчитать правильно, посмотреть, сколько нам связать осталось. Смотрите, и так. Мы максимально сократили горловину, сократили пройму. Теперь, вот смотрите, у меня получилось от начала проймочки до моего вязания 7 сантиметров. Мне нужно, чтобы проймочка у меня была где-то сантиметров 15,5-16. Поэтому я еще сантиметров 9, 9,5 может даже провяжу просто прямой гладью. То есть, вот эти 10 петелечек провяжу туда-обратно 10 сантиметров, 9 сантиметров. А затем приступлю к убавлению нашей левой стороны. То есть, вот эту сторону буду делать. Когда закончите провязывать высоту проймочки, обязательно не закрывайте петельки, то есть, чтобы они у вас были точно так же вот на спице. Если хотите, тоже оденьте на дополнительную спицу в итоге, когда довяжете. Либо просто оставите потом на булавочке, либо ниточке. Проденете в иголочку ниточку, и вот эти петельки оставите открытыми. Итак, провяжите сантиметров 9. Тогда я вам покажу, что будем делать дальше. Вот я провязала проймочку, высоту которой 16 сантиметров. И теперь на дополнительную спицу, либо, еще раз вам повторюсь, какой-нибудь кусочек ниточки, либо булавочку, в общем, переоденьте, открытые петли оставьте, и кусочек небольшой ниточки, буквально сантиметров 25, можно 20, для закрытия этих петель просто отрежьте ниточку. И приступаем к обработке второй части, к убавлению петель и проймы, в общем, горловины и проймы. Сейчас мы будем делать левую нашу сторону убавлений. Для этого я перешла на чулочные спицы такого же диаметра, и мне кажется, так будет гораздо удобнее. И сейчас присоединяю ниточку, но обратите внимание, уже с изнаночной стороны. Первую я сниму, и начиная со второй, но обратите внимание, нам нужно провязать так, чтобы не было перекрещенных петелек. То есть мы будем сейчас изнаночной провязывать за заднюю сторону. То есть смотрите, вот так вот, за заднюю, и вот так вот все изнаночные за заднюю стеночку. Смотрите, я делаю такие вот круговые движения за заднюю. Вот, провязывайте изнаночными. Почему? Еще раз объясню. Для того, чтобы у нас косичка легла очень красивенько, ровненько, лицевая, с лицевой стороны. Теперь, вот мы довязываем изнаночные. Затем мы провяжем две лицевые. Вот так вот все изнаночные. Проверяйте, чтобы у вас все ровненько лежало. Теперь мы провяжем две лицевые, но за переднюю стеночку, то есть бабушкиным способом. Теперь мы провяжем две изнаночные, опять же, за заднюю стенку. А теперь, как вы помните, у нас здесь вот с рисунком была такая вот система провязывания вот этих двух сначала, а затем протягивания третий. То есть мы так их и провяжем вместе. Вот, но каким образом? Мы сначала их переоденем вот так вот, другой стороной. Провяжем две вместе. Изнаночные. А затем сделаем протяжку. Смотрите, вот так. И таким образом мы также сделали здесь убавление с лицевой стороны. Теперь мы провязываем вот эти изнаночные также за заднюю стенку. Вот так вот провязали за заднюю. И вот еще одну. У вас осталось на спице на левой две петелечки. Изнаночная и лицевая. Затем изнаночную провяжите лицевой просто и верните на правую. И на левую, простите. И с левой последнюю протяните через предпоследнюю. Вот мы сделали убавление. Смотрите, оно у нас получилось очень красиво. Благодаря тому, что мы сделали предпоследнюю лицевой, у нас получился красивый изгиб. Теперь смотрите, этот ряд мы провязываем так. Первую снимите, следующую по рисунку. Это у нас как бы будет считаться как изнаночный ряд. Почему? Потому что мы провязали в изнаночном ряду как бы убавление здесь. Ну, как бы не убавление, а переход вот этот косички. Вот. И из-за этого у нас сейчас будет как бы здесь вот по рисунку. Вот. Довяжите до конца лицевые. И с обратной стороны довяжите также вот эти вот лицевые изнаночные. Но, как я вам говорила, правильно, чтобы ложился узорчик вот этой лицевой глади неперекрещенными косичками. Вот, провязали изнаночные и снова провязываем две лицевые. Теперь нам опять нужно провязать две вот эти петелечки изнаночной, вернуть. И нить, обратите внимание, перед работой. И вот эту петельку, получается, следующую сделать протяжку. Вот, смотрите. И у нас снова легла косичка красивенько. То есть, мы сделали в узоре нашу последнюю вот эту вот убавочку. Теперь мы довязываем все петельки до предпоследней. И снова, ой, предпоследнюю снова, обратите внимание, провяжите лицевой. Возвращаете налево и делаете протяжку. Еще раз повторюсь, почему лицевой предпоследний делаем. Для того, чтобы у нас здесь красиво шло ровное убавление вот здесь вот. И теперь этот рядочек нам нужно провязать снова без, в общем, без изменения, так скажем, до конца. То есть, там, где лицевые вяжете лицевые, там, где изнаночные, вяжете изнаночные. До конца. Перевернув на изнаночную сторону, нам в этом ряду нужно сократить 3 петелечки для проймы, как вы помните. Итак, первую снимаете, вторую изнаночную. Теперь протяжка. Третью изнаночную протяжка. Четвертую изнаночную протяжка. Вот мы сократили 3 петелечки для проймы. Теперь вяжем по рисунку изнаночные изнаночными. Лицевые и лицевыми. Вот так вот изнаночные довязываете. Затем у нас идут 2 лицевые, провязываете их 2 лицевыми. Затем снова изнаночные, 3. Теперь предпоследнюю провязываете лицевой и одеваете на левую спицу. Делайте протяжку. Теперь снова переворачиваете, первую снимаете, по рисунку вяжете до конца ряда. Где лицевые и лицевые, изнаночные, вяжете изнаночные. На изнаночной стороне нам нужно сократить 2 петелечки. Первую кромочную снимаете, вторую изнаночные, протяжка. Третья изнаночная, протяжка. Вот мы сократили 2 петли. Теперь довязываем изнаночные до 2 лицевых. Вот мы изнаночные провязываем. Затем, вот 2 лицевые провязываем лицевыми. Теперь провязываем 2 изнаночные. Предпоследнюю провязываем лицевой и возвращаем на левую спицу. Делаем протяжку. Теперь снова на лицевой стороне по рисунку провязываем до конца ряда. В изнаночном ряду нам осталось убавить для проймы всего 1 петельку. Поэтому первую кромочную снимаете, вторую изнаночную и протяжка. Все, проймочку мы закончили. Петельки дальше продолжаете вязать по рисунку. Там, где изнаночные, вяжете изнаночные. Там, где лицевые, провязываете лицевые. И вот, после 2 лицевых 1 изнаночная, предпоследняя снова лицевая, возвращаем и протяжка. Таким образом, вам осталось до провязывать убавление на горловине, до тех пор, пока у вас не останется 10 петельчик. То есть 2, 4, 6, 8, 10. Еще осталось убавить 5 петельчик. Не обязательно не забывайте в изнаночном ряду предпоследнюю провязывать лицевой, для того, чтобы у вас был ровный и гладкий край. И затем, после того, как убавите и останется 10 петельчик, вам эти 10 петельчик нужно провязать снова, чтобы у вас пройма была высотой 16 см, как и первая. То есть, у вас должны в итоге вязания остаться 2 спицы, на которых по 10 петель открыты. И точно так же обрежете вот эти вот для пришивания, для обработки правильной плечевого шва, ставите тоже 20 см. Продолжаете самостоятельно, я думаю, что здесь уже в принципе ничего сложного нет. Продолжаете, вяжете в зеркальном отображении вторую полочку. И так, как вы видите, я закончила убавление на второй части, провязала высоту нашей проймочки и горловинки. Закончила, у меня остались открытые петельки. Обрезала ниточку так, чтобы у нас осталось правильно обработать и красиво плечевые швы сделать. Теперь наша вторая часть окончена. До встречи в третьей части, там, где мы будем вязать спинку.